В среду, 4 сентября, политическая партия «Шанс» подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в референдуме 20 октября этого года. «Мы пришли зарегистрировать партию для участия в референдуме. У вас есть заявка? Да, есть, пожалуйста». Нет присоединению к ЕС. Именно с таким вариантом лидер политической партии «Шанс» Алексей Лунгу призывает избирателей прийти осенью на республиканский референдум, где им предстоит ответить на вопрос, поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу. Лунгу добавил, что вместе со своими коллегами он будет бороться за каждого молдаванина, который хочет лучшей жизни и хочет жить в свободной и развивающейся стране. «Мы подали заявку на участие в референдуме с вариантом «нет так называемой европейской интеграции». «Мы – партия, которая пришла защитить право большинства граждан Республики Молдова, которая не поддерживает это псевдоприсоединение, не поддерживает навязывание ценностей ЛГБТ, не поддерживает исчезновение государства Республики Молдова и не настаивает на утрате национальных ценностей и традиций наших предков». Коллега Алексея Лунгу по партии Кристина Волпе также призвала избирателей сказать «нет» европейской интеграции на референдуме 20 октября. «Да, в ЕС хорошо, но нигде не может быть лучше, чем дома, и мы должны сохранить наш дом. Вот почему на референдуме 20 октября мы скажем «нет» европейской интеграции и твёрдое «да» нейтралитету нашей страны, Республики Молдова. Мы призываем всех граждан поступить так же». Иван Гуччи, член политического совета партии «Шанс», считает, что осенний референдум – это ловушка для молдавских избирателей и объясняет, почему. «На самом деле этот референдум – ловушка, в которую попадут все, когда пойдут, чтобы сказать «да» европейской интеграции, а на самом деле скажут «да» изменению Конституции в пользу другого верховного закона, который не является законом нашей страны. Ловушка, которая может захлопнуться в любой момент. И мы можем потерять наш нейтралитет и другие стратегически важные для нашей страны вещи». У Центра избиркома есть три дня, чтобы дать своё заключение по поводу регистрации политической партии «Шанс» в качестве участника референдума. Адвокат Вадим Бонару выразил надежду, что ЦИК примет правильное решение в соответствии с законодательством. «ЦИК должен вынести решение в установленный срок. Мы надеемся, что Центральная избирательная комиссия будет соблюдать законы и вынесет решение о регистрации политической партии «Шанс», обеспечив конституционное право на выражение воли народа в рамках этого референдума. В случае принятия незаконного решения мы будем оспаривать его в суде». Президентские выборы в нашей стране состоятся 20 октября. В этот же день будет проведён и республиканский конституционный референдум, где гражданам предстоит ответить, поддерживают они или нет внесение изменений в Конституцию касательно вступления Молдовы в Европейский Союз.